Жители города Абай продолжают бороться с плохими дорогами. На протяжении нескольких лет с этой проблемой они неоднократно обращались к правлению города. Однако отремонтированных дорог жители частных секторов так и не увидели. После кризиса 90-х годов город Абай оказался в сложном социально-экономическом положении, обусловленном закрытием крупных предприятий. Город пережил подъем и на сегодняшний день вернулся в русло развития. Здесь, как и везде, производился и ремонт водопроводных сетей асфальтировались дороги. Однако дороги частного сектора, видимо, не сочли нужным привести должный вид. Свои возмущения жители не скрывают. Отремонтированную дорогу на переулке Горняков, улицах Ержаново и Промышленной они ждут уже более 10 лет. Дорога такая оживленно у них проходит. А по Ержаново вообще там, знаете, в советские времена еще была дорога. А сейчас вот ее и засыпали как бы и шлаком, и всеми отходами, и она в ужасном состоянии. Центральные улицы, вот Абая, Независимости, вот эти улицы еще поддерживаются в хорошем состоянии. А как бы внутри квартальные улицы, как бы у нас уже не совсем должное внимание уделяется. Видела, ходили обувь оденутые из дому такие, вот как бахилы эти, а туда пройдут уже снимают, меняют. Никакого внимания к нам нету. Вот выходим в грязи полностью, как будто мы не люди. Уважаю Акимат, обращение нашей улицы уделяет вам внимание, чтобы вы на нас уделили внимание, чтобы наша улица была немножко хоть починена и сделана, чтобы мы ездили здесь потихоньку и дети ходили в школу и со школы возвращались нормально. А то не по колдобинам этим, и вот не по ямам. А то не ровен час, они попадут в какую-то яму и будут неприятности. И никто, ни асфальт, ни этот, никто ничего внимания не обращает на нас. Там прорвется, там прорвется, а еще весной тем более. Дети не могут ходить, они обходят все. Вне погоды пройтись по этому переулку и вовсе невозможно. Неудобства такие дороги создают и школьникам. Учащиеся просто-напросто застревают в грязных лужах. И мы по лужам устали ходить везде, выбоины, слякать. Тоже надеемся, что дорогу сделают. Тогда мы не будем опаздывать школу и нас не будут ругать за грязную обувь. Учителя к опозданиям своих учеников уже привыкли и относятся с пониманием, потому что прекрасно знакомы с ситуацией. Они и сами каждое утро добираются на работу, преодолевая грязь. Когда осень или весна, разливается полностью вода, здесь одна каша. Мы покупаем специально резиновые сапоги, чтобы дойти нам до 14 школы. Наши дети постоянно опаздывают на первые уроки. Я, как бывший учитель, мне жаль, когда вот эти дети идут по колено в рези. Идут родители следом, они их ругают, бьют. Каждый раз, проезжая по этой улице, возмущенно качают головой водители. Машины часто ломаются, потому как попадают в ямы и незакрытые колодцы. Когда проблема с дорогами решится окончательно, неизвестно. Ясно одно. Житель, оставшийся без внимания, надеется, что руководство города все же вспомнит о них и вспомнит обещание, которое они давали прошлой весной. Сейчас у нас все высохнет. Когда все высохнет, когда земля будет более осядеть, тогда можно уже проходить грязь. Потому что сейчас, если дождевую погоду, земля еще сырая, грязь она пройдет, там же получается, как бы, этот результат не даст, конечно. Потому что будет, как бы сказать, грязь появляться, как бы, куча грязи это будет. Только после того, как она, земля высохнет и просядет нормально, чтобы ее можно было, возможно было снимать. Анны Шелкарбекул, Жасгабасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.